Из книги «Открытый муком» 26-й том, тема «Лапкин книги». Вопрос 3794. «Если бы вы не нападали на священство, а просто говорили, как все пишут, не задевали никаких узких углов, тогда бы и книги ваши пошли быстрее в народ, и, может быть, пользы было бы больше?» – отвечает Игнатий Тихнич-Лапкин. «Какой пользы? Если бы Иоанн Креститель жил в наши дни в России, то, как думаете, какую бы книгу он написал и как ее озаглавил? И многие ли бы искали эту книгу и старались жить по ней? Однозначно, что он бы не переродился и не жил бы по стихиям мира, не смог примириться со ступничеством, с наглостью, с коррупцией, с лицемерием. И опять же в книге «Глаз, вопиющего в пустыне» прозвучали бы речи к тем же порождениям змеиной партии людоедов, коммунистов-ленинцев. «Опять бы стоял стон от иродиат и телевизорных девиц с окровавленным блюдом. Кто-то тайно, келейно прислушивался бы и мог бы даже чуточку поумнеть. Марка 6.20. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушая его, и с удовольствием слушал его. А если бы историк наших дней не в современном жил, а в Древнем Риме, тогда, конечно, было бы видней всем древним римлянам, что станет с ними. Но почему бы не предположить, что ныне между нами, москвичами, грядущей жизнью начинает жить, работая днями и ночами, он будущий историк наших дней. И эта книга плачется, поется, лепечется, хохочется, и в ней проставить только даты остается. 1974 год. Леонид Мартынов. В своих книгах я ничего пока не допускаю переиначивать, ибо, согласно Слову Божию, у меня есть надежда, что хотя бы один человек обратится на путь истины благодаря сказанному в моих книгах, и тогда все будет во веки веков оправдано. И красноречивей всех молчат, книги словно изданы чеченью, переплетены, чтоб и давно чад, достоятся с Достоевским вместе, и затем поведать все о чем, написавший не сказал ни слова, но как будто озарил лучом бездну молчаливого былого 1970 год Леонид Мартынов. Я получаю отзывы, мне звонят из разных концов, что по книгам моим идут занятия, и люди совершенно меняются, и только в лучшую сторону. Слова пророков тоже не сразу принимались, а сначала их гнали, клеймили и убивали даже иногда. А ты, входя в дома любые, и в серые, и в голубые, всходя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш, и на вопрос даря ответ, скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет, и посмотрели косо в след, или незримый прочный след чужой душе на много лет? 1945 год. Леонид Мартынов. Главные гонители на моей книге православные, патриарша попы, но и они мыслят себя верующими и просят себе у Бога Царства Небесного. Неужели им трудно посмотреть Писание, из которого они бы определенно узрели, что при их пренебрежениям Библии, при их нерожденности свыше без водительства Духом Святым, они промахнулись, и очень крупно. Бессмертие! Вам, двуногие кроты, не стоящие дня земного срока, пожалуй, ящерицы, жабы и глисты того же захотят. Обидевшись глубоко, мещане с крылышками, пряники и рай, полвека жрали и в награду вечность, торг не дурен, помилуй и подай, подай рабам патент на бесконечность. Тюремщики своей земной тюрьмы, грызущие друг друга в каждой щели, украли у пророков их псалмы, чтоб бормотать их в храмах раз в неделю. Нам, зрячим, бесконечная печаль, и аим слепым бенгальские надежды, сусальная сияющая даль, гарантированные брачные одежды, не клянчики. Господь и мудр и строг, земные дни бездарны и убоги, не пустит вас Господь и на порог, сгниете все, как падаль у дороги. 1912 год, Саша Черный А то, что они клевещут на меня, обзывая сектантам за то, что я не призываю к войне с оружием, плоски в руках и по другим признакам, определяя мою неправославность, То да не вменятся им от Бога сие вину, но да испытывают они подобное в свой адрес уже на земле и поймут, сколь они не правы были. В монастыре пустынном, близ Кордовы, картина есть старательной рукой, изобразил художник в ней суровый, как пред кумиром мученик святой лежит в цепях, и палачи живого сдирают кожу. Вид картины то, исполненный жестокого искусства, сжимает грудь и возмущает чувства, но в дни тоски мне все является снова, упорно в мысль торгается она, и мука та казнимого цветова сегодня мне понятна и родна. С моей души совлечены покровы, живая ткань ее обнажена, и каждая в ней жизнь и прикасание, есть злая боль и жгучее терзание. Алексей Константинович Толстой, 1870 год. Иоанна 16, 2. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. В церковной истории случилось так, что изгоняли сначала, как Александра Невского и других, а когда беда приходила, искали изгнанных. Судей, 11, 7. И Ефай сказал старейшинам Галатским. Не вы ли возненавидели меня и выиграли из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Господь допускает несправедливое гонение, чтобы очистить нас. Конечно, когда нас гонят филистимляне или необрезанные халдеи, то одно. А когда свои природные израильтяне, тогда душа скорбит сильнее. 1 Царств 26, 19. И ныне пусть высушает Господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добудет это от себя благословенную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа. Говоря, ступай, служи богам чужим. Да и вытешение мне, что и сам Спаситель Христос претерпел несправедливое гонение и не обещал, что нас будут почитать все. Иоанна 15, 20. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше Господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Апостолы Христовы увещевали своих приверженцев быть стойкими в гонениях и не ужасаться. Ибо так все и должно быть верными Богу. И гонение от ненаверных есть одно из сильнейших доказательств, что мы на верном пути со Христом. 1 Петраж 4, 16. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 1 Фессалоникийцам 3, 4. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось. И вы знаете.